Привет, дорогой зритель! Как сказал один мудрец, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Вот и мы так думаем. Команда Универ Ньюз и я, Гульфия Мутугульна, в очередной раз готовы радовать самыми интересными новостями. Что нас ждет сегодня в выпуске, смотри прямо сейчас. Настоящий праздник студенчества. В КФУ прошел гала-концерт в фестивале «Студенческая весна». Поход на родину Габдулы Тукая. Студенческий тур-клуб «Семь румбов» отправился в деревню Кашлауч. Задуматься только, как же повезло студентам, которые учатся в Казанском федеральном университете. Ведь именно им открываются огромные возможности в развитии своего научного потенциала. Например, состоялось очередное соглашение о сотрудничестве КФУ с ведущими вузами Китая. Подробнее об этом в следующем сюжете. С рабочим визитом в Республику Татарстан прибыл секретарь партийного комитета провинции Сычуань, начальник постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ван Дунмин. В рамках пребывания в Казани члены делегации провинции Сычуань приняли участие в работе бизнес-форума «Татарстан-Сычуань». Уважаемые коллеги, уверен, что проведение в Казани Сычуаньского бизнес-форума будет способствовать дальнейшему развитию нашей взаимозагодной связи, реализации совместных проектов. Желаю вам успешной работы и приятного пребывания в столице Сычуань. В ходе форума состоялось подписание двусторонних документов о сотрудничестве между Казанским федеральным университетом и ведущими вузами Китая. Это Сычуаньские и Юго-Западные нефтяные университеты. Сычуаньский университет, основной ведущий университет Сычуань, они хотят с нами тоже более комплексно сотрудничать, то есть не только по гуманитарной линии, по естественным наукам. И вот с Юго-Западным нефтяным университетом у нас тоже подписано соглашение, это по линии подготовки специалистов нефтяников и нефтехимиков. По словам проректора по внешним связям Ленаром Латыповым, КФУ сотрудничает с китайскими университетами достаточно обширно и радует, что Казанский университет продолжает привлекать ведущие вузы Китая. У наших университетов есть множество точек соприкосновения для сотрудничества. Наш университет, так же как и КФУ, очень силен в химическом направлении. Кроме того, в КФУ изучение китайского языка очень развито так же, как и у нас изучение русского. В этих отраслях мы и планируем наше сотрудничество. После официальной части визита гостей из Китая познакомили с музеем истории КФУ и показали аудиторию, где учился Владимир Ильич Ленин. Аделя Валеева, Роман Самарин, Универньюз. В одном из наших выпусков мы уже рассказывали вам о студенческом тур-клубе «Семь румбов». Так вот, ребята снова попали в объективы наших камер. На этот раз в районе деревни Кашлауч. Как и почему начинающие туристы оказались вдали от городского комфорта, узнаешь прямо сейчас. Несмотря на скромный срок существования, у туристического клуба «Семь румбов» есть одна маленькая, но очень значимая традиция. Каждый год в конце апреля они отправляются в поход по местам, где прошло детство великого Губдулы Тукая. В год 130-летия со дня рождения поэта традиции изменять не стали. И пусть вырваться в небольшое путешествие смогли немногие, поход в окрестностей деревни Кашлауч состоялся. В первый день ребята успели заглянуть на лошадиную ферму, побывали в музей-заповедник Киевский Казань и даже попали под настоящий весенний дождь. Сушились и грелись по всем туристическим законам у костра, а вместо походной песни затянули стихи Губдулы Тукая. Второй день своего похода участники посвятили знакомству с биографией великого поэта. В этом им помогли в доме музея семьи Тукаевых в Кашлауче. Здесь ребята в очередной раз убедились, что Губдула Тукай настоящий самородок татарской земли. Александр Александров, Универньюз. На старт, внимание, марш! Студенту Татарстана предстоит пробежать более двух тысяч километров, попадая в разные города республики. Куда держит путь студенческая делегация, смотри далее. Третьего мая в Елабужском институте КФУ стартовала международная акция в честь 71-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. Студенты Елабужского института традиционно встретили участников забега у границы Удмуртии и, присоединившись к ним, направились в сторону Елабуги. Тем временем для гостей на университетской площади Елабужского института КФУ развернулся настоящий праздник. Выступали творческие коллективы вуза, а в саду у института расположилась полевая кухня. Здесь готовили угощение для гостей праздника солдатскую кашу. В 13-м международном студенческом пробеге принимает участие шесть вузов. Ижевский технический государственный университет, Нижегородский государственный технический университет, Казанский федеральный университет, Елабужский институт КФУ, Чебоксарский государственный педагогический университет и Белорусский национальный технический университет. Мероприятие позволило участникам еще раз убедиться в том, какой ценой досталась Великая Победа. И в Елабуге, и в Казани, где вы будете сегодня ночевать, на территории деревни универсиады не было войны. Но эта территория внесла огромный вклад в победу, ибо здесь, в педагогическом тогда институте, нашли пристанище представителей Ленинградского и Воронежских университетов. А в Казани, на базе Казанского нашего университета, нашли в свою семью представителей Президиума Академии наук Советского Союза. Не обошлось и без подарков. Впервые в этом году вузам участников студенческого пробега подарили саженцы сирени из города Воткинска. И в Елабужском институте КФУ незамедлительно посадили сирень Победы. Митинг завершился возложением цветов к памятникам героям Великой Отечественной войны и к Вечному огню. Стоит отметить, что международный пробег 2016 на этом не завершается. В программе маршрута остается Казань, Чебоксары, Нижний Новгород, Смоленск и Минск. Участникам предстоит покорить более 2000 километров и привлечь всех студентов принять участие в почетном пробеге. Аделя Мухаммедшина, Универньюз. Пришло время самых обсуждаемых новостей РНЕТа. В эфире рубрика Веб-Ньюз. В Казани представят татарский перевод романа «Зулиха открывает глаза». По словам Гузель Яхиной, книга будет также переведена на 19 других языков. Санкт-Петербургский «Зенит» стал обладателем Кубка России по футболу. Напомним, матч между «Зенитом» и «ЦСКА» проходил в столице Татарстана на стадионе «Казань-Арена». Митрополит Феофан осветил новый храм в Мамадышском районе. Во время торжественного мероприятия в новом храме был зажжен благодатный огонь из Иерусалима. Акция «Музыка победы» в парках и скверах проходит в Татарстане. Центральный концерт проекта состоится 8 мая на Кремлевской набережной Казани. Радив Замалиддинов и Рамиль Харуддинов опровергли слухи о том, что в Казанском университете закрывается направление татароведения и тюркология. Они отметили, что речи о ликвидации кафедры идти не может, особенно в свете тех задач, которые стоят перед университетом. Татарстанцы начинают самую короткую рабочую неделю весны. В связи с празднованием Дня Победы татарстанцев ждут три дня отдыха подряд. Волонтеры из Казани помогут в организации Чемпионата мира по хоккею 2016. Право пройти стажировку в Москве получили 14 активистов движения «Казан Волонтирс», среди которых есть студенты Казанского университета. Речные круизы в Болгар откроют в середине мая. Сейчас из Казани по воде можно отправиться в Верхний Услон и Свиярск. Ученые Казанского федерального университета в течение пяти лет будут следить за изменениями различных биохимических параметров в крови студентов во время их обучения. Это поможет уточнить принятые сегодня в медицине нормы, по которым определяют состояние здоровья человека. Продолжением Парада Победы студентов Казанского федерального стал праздничный гала-концерт фестиваля студенческой весны КФУ. Как это было, смотрите в следующем сюжете. Высоко взметнулись наши всходы. Нам бы жить-то жить. А тут война. О войне говорили много. Солнечный день 30 апреля для Казанского федерального университета стал особенным. После торжественного марша Победы и честного не ветерана Великой Отечественной войны прошел гала-концерт фестиваля студенческой весны Казанского федерального университета. Уже на начало праздничной программы преподаватели, студенты и гости делились впечатлениями о прошедшем параде и гадали, кто же станет победителем этой студенческой весны. Я жду чего-то грандиозного, как всегда, от наших любимых студентов, которые всегда доказывают свой класс и показывают восхитительные номера. Сегодня с утра прошло замечательное мероприятие. Наверное, все видели вот этот марш, единение вот это студенческое. Поддержать свой институт в первую очередь и просто насладиться хорошим концертом, потому что день начинался очень хорошо с марша Победы, а сейчас он закончится еще лучше именно этим концертом. На сцене концертного зала Уникса за звание самых творческих и креативных боролись все институты КФУ. Масштабные события студенчества не пропустили и студенты филиалов Казанского федерального из Набережных Челнов и Елабыги. А гостями праздника стали представители федеральных университетов всей России. В общем, участников было немало. Принимало участие более полутора тысяч студентов, более трехсот коллективов вокальных, танцевальных, различных. И вот, я думаю, сегодня жюри, которые находятся в зале, сделают правильное решение. Давайте им похлопаем, чтобы они не ошиблись привыкли. Победителями своей группы стали химический институт имени Будлерова, институт вычислительной математики и информационных технологий, а также институт международных отношений, истории и востоковедения. Обладателем гран-при в очередной раз стал институт филологии и межкультурных коммуникаций. Так прошел галоконцерт фестиваля студенческой весны Казанского федерального университета. Впереди события федерального масштаба «Российская студенческая весна», который будет проходить в Казани с 15 по 20 мая. Анастасия Иванова, Роман Самарин, Универньюз. 9 мая еще не скоро, но уже начались праздничные мероприятия, посвященные 71-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Так, второй студенческий марш Победы собрал в этом году более трех тысяч студентов и сотрудников КФУ, ветеранов войны и представителей власти. Обычно перед долгими выходными студенты пораньше бросают учебу и едут к своим родным, ну или просто отдыхать за город. Уже второй год подряд в Казанском университете 30 апреля становится исключением. В этот день тысячи неравнодушных студентов и сотрудников собрались возле памятника поэту-герою Мусе Джалилю, откуда стартовал грандиозный студенческий марш Победы. Именно с ночи 30 на 1 над Рейхстагом был водружен флаг, который символизировал, по сути, победу. Этот день, когда символизировали победу над немецко-фашистскими захватчиками. Мы собрались на студенческий марш Победы, приуроченный к 71-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Маши возглавили заместитель премьер-министра республики Василь Шахразиев, мэр Казани Ильсур Медшин и ректор КФУ Ильшат Гафуров. Специально для шествия было перекрыто движение по улице Кремлевской. В честь 71-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне с гордо поднятыми головами прошли почетный батальон, взвод представителей всех федеральных университетов страны и взвод барабанщиков Суворовского военного училища Министерства обороны России. Традиционно прошла и акция «Бессмертный полк». Студенты и преподаватели несли фотографии участников войны, которые были так или иначе связаны с Казанским университетом. Также по главной улице города проехали ретро-мобили с ветеранами войны. И вот мы видим, как почетный батальон и «Бессмертный полк» прибывают на конечную точку сегодняшнего парада. Это небезызвестная всем сковородка. Здесь их ожидают еще тоже более двух тысяч студентов. У памятника Ленину состоялся митинг университетской общественности, приуроченный к празднованию 71-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В этом году, как здесь уже говорилось, нас поддержали все федеральные университеты страны. Сегодня в составе нашего почетного батальона принимает участие отдельный взвод студентов из федеральных университетов России. Спасибо студентам и руководству этих университетов. Мы прекрасно понимаем, что каждому из нас необходимо еще раз обращать внимание нашим ветеранам, и чтобы они всегда были в центре нашего внимания и уважения. Здесь обратиться к собравшимся была возможность у главных героев дня – ветеранов войны. Я рад и горд, счастлив, что я учился и работал в Казанском университете. Я рад и горд, что нахожусь среди вас и вместе с вами. Все в этот день было символично. Так в небо были запущены белые голуби – символ мира. А вслед за ними отправились 1418 красных шаров. Именно столько дней шла Великая Отечественная война. Затем почетные гости отправились во внутренний двор главного здания – к аллее памяти. Мероприятие завершилось возложением цветов к мемориальной доске, на которой размещены имена погибших во время войны студентов и сотрудников Казанского университета. Ветеранам в это время ждал традиционный праздничный обед в университетской столовой Института физики. Там они продолжили принимать поздравления и благодарственные речи. Затем праздник плавно переместился в Уникс, где состоялся галоконцерт студенческой весны КФУ. Напомним, наш телеканал «Универсмотри» ввел прямую трансляцию и марши Победы, и галоконцерта. Диана Авакян, Роман Самарин, Руслан Урозаев, Универ Ньюс. На сегодня у меня все. И помни, чтобы жить полной жизнью, надо находиться в постоянном движении. И только тогда один день будет не похож на другой. Пока-пока! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова